Те, кто на нас уповает, на связи с нами, Денис Пушилин, сопредседатель Временного правительства Донецкой Народной Республики, сейчас на связи с нами по скайпу. Денис Владимирович, добрый день. Слышите ли вы нас, видите ли вы нас? Денис Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, последнее заявление руководства Донецкой Народной Республики с просьбой и с призывом к России принять ее в состав Российской Федерации. Каким вы видите дальнейшее развитие событий? Давайте, наверное, просто поделимся сначала эмоциями и впечатлениями. С чем вызвано такое решение? Почему об этом решении объявлено сегодня? Потому что до выборов все-таки заявление о том, что Донецкая Народная Республика будет просить о принятии ее в состав России, не заявляло открыто. Мы на самом деле являемся рупором народа. То, что звучало, то, что мы не могли, наверное, до официального объявления итогов референдума озвучивать, да, вот сейчас появилась такая возможность на самом деле. И мы делаем такой шаг, потому что мы действительно сейчас отображаем мнение народа, то есть именно воззвание. То есть не зря данный документ, который об этом заявил, он так и называется – воззвание Донецкой Народной Республики. То есть ситуация сейчас такова, что мы выполнили, наверное, несколько функций на данном этапе. Помимо того, что мы боролись непосредственно за благосостояние региона, то есть людей в регионе, также мы противостояли фашизму и, наверное, будем сейчас лишь усиливать это противодействие, потому что у нас еще очень много регионов не освобождено и находится сейчас под гнетом фашизма. То есть Одесса – тому доказательство. Поэтому, почему сегодня? Потому что сегодня как раз были оглашены результаты референдума. Денис Владимирович, вот мы сейчас за этим столом уже поговорили о том, что ситуация неоднозначно не такая же, как была, например, в Крыму, где было все гораздо проще и понятнее. У России в этой ситуации, в случае с Донецкой и Луганской областями, не было возможности помочь и поддержать проведение референдума, организовать его таким образом, чтобы это было легитимно для всех. Например, пригласить международных наблюдателей, например, обеспечить порядок и безопасность, как это было сделано в Крыму с помощью и с участием российских военных. Вот смотрите, если предположить на секунду, что гипотетически на Западе появляется желание беспристрастно и объективно выяснить все обстоятельства проведения референдума в Донецке и в Луганске. Как быть с цифрами? Согласно вашим заявлениям, согласно заявлениям Совета Донецкой Народной Республики, явка избирателей составила в Донецкой области 74,87%, и на вопрос поддерживателей в акт о самостоятельности Донецкой Народной Республики положительно ответили почти 90% избирателей, 89,7%. В Луганской области явка 81%, и за независимость проголосовали 96% избирателей, даже чуть больше, 96,2%. И я привожу сразу же цифры, которые озвучивает Александр Турчинов, сейчас исполняющий обязанности президента Украины. По его данным, в Луганской и Донецкой областях в голосовании приняли участие 24% и 32% граждан соответственно. Вот если опять же предположить, что начинается объективное выяснение обстоятельств, каким образом вы сможете доказать, что действительно большинство людей пришло на участки? Ну, смотрите, на самом деле, у нас не было возможности помочь наблюдателями даже, то у нас на вчерашний день только лишь аккредитованных журналистов со всего мира было более 600 человек. Плюс ко всему еще, скажем так, вольных, которые нигде были не аккредитованы, не зарегистрированы журналистов, тоже было достаточное количество. Причем мы давали полный доступ, журналистам они могли снимать где угодно и что угодно. То есть весь процесс от начала до конца у журналистов был на глазах, на камерах, как угодно. То есть у журналистов были вот эти километровые очереди, там где было участков недостаточно. То есть у журналистов была возможность даже присутствовать при подсчете, бюллетенем при подсчете голосов. Также была возможность контролировать списки, да, то есть эти списки, естественно, сохранены. Вот, поэтому с нашей стороны, то есть у нас, наверное, появилась уникальная возможность сейчас что-то вот как бы о себе заявить на весь мир, потому что первый в истории народный референдум. То есть он никем не финансировался, не курировался, не инструктировались никто. То есть это действительно вот инициатива народа и вот так вот получилось. То есть, наверное, впервые за всю историю я повторюсь еще раз. Поэтому, да, действительно, не было возможности у России помочь как в Крыму. Но, тем не менее, желания жителей Донецка, наверное, и Луганска было, наверное, может быть больше. Вот, почему получилось это сделать, несмотря на военные действия, несмотря на развязанную гражданскую войну, товарищем Турчиновым в частности, вот, люди приходили и явка, я вам хочу сказать, в некоторых городах была гораздо больше населенных пунктов. То есть почему, допустим, у нас 74%? Потому что ряд у нас городов были попросту заблокированы. И там референдум не проводился вообще. То есть если брать отношения людей в целом, да, то есть вы тоже можете посмотреть на многочисленных видео. То есть для них это был действительно праздник. Они поздравляли вчера друг друга с праздником, проголосовав на избирательных участках. Для примера также скажу, чтобы ориентироваться вот так вот по цифрам. В Москве вчера на избирательном участке, результаты которого, конечно, не были внесены, потому что это не по закону, скажем так, вот, и мы приняли такое решение. Тем не менее, изъявили желание проголосовать и проголосовали около 50 тысяч человек в Москве, жителей Донецкой области. И там получился вообще стопроцентный результат. А у меня было ни одного человека, который проголосовал против государственной самостоятельности Донецкой народной республики. Денис Владимирович, то есть фото, видео, свидетельства и порядочность журналистов, вот это главные ресурсы, которыми сейчас можно оперировать, если придется доказывать то, что явка действительно была полноценной, и это действительно волеизъявления народа. Было ли достаточно там западных журналистов, как вам показалось? Всего мира были журналисты, то есть, я же вам говорю, допустим, на сегодняшнем объявлении, даже там, ну, реально не хватало всем места. Аккредитованных, причем есть все данные журналистов, то есть более 600 человек, вот на вчерашний день, которые имели допуск везде абсолютно. Скажите, на сегодняшний день, вот до этого момента, были ли какие-то попытки официального Киева связаться с вами и вступить в переговоры? Официального Киева нет, да на самом деле разговаривать сейчас нечем, потому что у нас погибло большое количество людей. Они продолжают гибнуть практически каждый день. Усугубилась ситуация еще Одесса, Одесская Хатыни, то есть это реальное проявление неофашизма, по-другому этого не назвать. А лицемерие, в которое вылилась, наверное, реакция элит киевских и интеллигенции, которые поздравляли друг друга, поздравляли эту беснующуюся молодежь, которая готовила коктейли Молтовой, которая фактически спалила людей заживо, ну, вызывает только лишь шок, по-другому не скажешь? Денис Владимирович, накануне обсуждалась возможность объявления независимости Республики Новороссии. Речь шла о возможном объединении Донецкой и Луганской областей. Сейчас, получается, этого пока не случилось. Как обстоят дела в Луганской области, в Луганской Республике, и намерены ли вы существовать вместе? Намерены существовать вместе, то есть вот с советом, с представителями народного совета Луганской региона, Луганской народной республики. Мы уже переговорили, переговорили предварительно, то есть сейчас нужно это теперь вывести технически, как это будет сделано, и мы будем действовать нога в ногу, то есть, естественно, наверное, в какой-то степени будем объединяться. Все-таки эти трудные месяцы, все это трудное время вы прошли по отдельности. Есть свои лидеры в Луганской области, есть свои лидеры в Донецкой области. Как вы будете вместе дальше работать, когда речь пойдет о создании, ну там, уже наступает мирное время, да, предположить? Вам нужно теперь делать не революцию, а нужно будет созидать. Ведь политические амбиции, политические страсти самые неистовые, как известно. Ну, смотрите, мы нашли, наверное, такую вот возможность, это как у нас получилось здесь, так у нас получилось, и прислушались наши ребята из Луганска, да, то есть мы сделали коллегиальный орган, да, вот, который, в принципе, всех устроил, и он погасил вот эти личностные амбиции каждого. Вот, и фактически благодаря этому у нас получилось сделать референдум, в который никто не уверил вообще, что что-то, что-либо будет подобное проведено. Вот, поэтому взаимодействие, конечно же, будет, и я не думаю, что это большая проблема, что у нас будем бороться за единоличное лидерство и прочее, прочее, прочее. Очень сомневаюсь, что такое будет. Денис Владимирович, и скажите тогда, карательная операция продолжается, и продолжаются провокации со стороны Киева, со стороны украинских войск, со стороны национальной гвардии. Какая сейчас обстановка, и есть ли силы продолжать противостоять этому? Смотрите, на самом деле сейчас ускорено, в ускоренных темпах будет формироваться армия, потому что под командованием Стрелкова Игоря Ивановича, который, в принципе, выстроил эту схему уже военной защиты, то есть в Славянске, и достаточно успешно. Поэтому сейчас будет формироваться армия непосредственно для изгнания уже сейчас оккупантов нашей территории. Я благодарю вас, Денис Владимирович, спасибо за то, что вышли на связь, с нами нашли для нас время. Поздравляем вас с проведением референдума, поздравляем вам с тем, что состоялось волеизъявление жителей Донецкой области. Президент России обещал сформулировать свое отношение и свою позицию по итогам референдума и, соответственно, по последнему заявлению руководства Донецкой Республики. Еще раз вам спасибо, еще раз поздравляем. Денис Пушилин, сопредседатель Временного правительства Донецкой Народной Республики, был на связи с нами из Донецка.